всем привет это папа мама влог сегодня мы поедем на экскурсию семейная сафари поеду я и две дочки мои мы поедем кататься на квадроцикле на багги там верблюд ослик лошадка что-то еще джип какой-то в общем мы все это покажем все это очень интересно смотрите видео смотрите дальше все поедем поездка начинается сразу же с поездки на джипе от отеля мы сразу же на джипах и получается сейчас едем скорее всего на саму базу а с нее уже будет поездка до деревни бедуина у нас пришло поспать мы подъезжаем уже на базу сейчас время 9.13 8.45 нас забрали буквально полчаса на условии заезда в один отель мы забирали еще людей там мы уже на базе уже проезжаем по дороге нужно было заполнить небольшой листочек которым было написано нужно было написать свое имя и фамилию мы доехали до базы и сейчас идем уже смотреть квадроциклы одеваться и сразу же получается скорее всего ехать на сафари вот была наша машинка как я и говорил с тех пор как нас забрали прошло ровно полчаса то есть все быстро и удобно семейное сафари начинается место я всех собирают и получается там видим оплата и уже дальше мы идем в гараж и сидят здесь отдыхают смотрите получается мы сели в такой шатер он малышки сидят здесь сейчас будут одевать арафатки всем здесь именно разделяют на семейное сафари там экстремальная сафари людей делят по вот таким небольшим шатра ребят рассказываю посмотрите в магазине мы купили арафатки это за два доллара те за один здесь арафатки самые обычные которые вот у детей по одному доллару стоят три с половиной евро либо получается 4 доллара прокат очков стоит два с половиной евро либо 3 доллара вот такие цены это вот здесь поэтому имейте ввиду стоит ли покупать заранее что-то или после вот как-то определитесь минимум который здесь получать на базе вот такие цены тут то же самое это если кому-то нужно будет вот магазинчике купить чипсы напитки конфеты но цены реально выше но опять же этого противного то что сюда люди приехали по факту там еще есть мороженое с крим 1 евро 2 евро 3 евро и 4 евро вот машинки баги вот так вот люди отправляются можно было самом деле выйти здесь не успею вот такая группа это не подруги ас тормоз получали чугу друг вот горды ключи потом нажимать на черную кнопку и рахну сам не строк раздвигать газ на басам вот так постоянно газ держит и тормозит оба места вреднее и заднее место а это не тормоз не так как задний тормоз не на нет не используется только руками самыми важными кататься в колонии 5 метро дистанция отгонять обратно нельзя хорошо надо в колонии все сейчас мы поедем дальше на квадроциклах и будем смотреть дальше экскурсия кириша не одели смотрите ребят тут такая остановка на пять минут получается мы останавливаемся всей колонной ну принципе прогуляться отдохнуть от тряски я скажу вам это не пустыня в типичном понимании фильмах там я не знаю про аладдина это хорошо утрамбованный печеный карьер в россии украине такой конкретно утрамбованный с камешками да то есть это не пустыня все-таки это разъезженный карьер землей такой сейчас я покажу это не песок это как пыль больше ну и плюс сегодня хорошо сегодня облачность то есть но не так жарко это тоже поясница смотрите мы пришли на такие машинки баги Сейчас поедем на них. Это вот тоже наши багги, которые с нами в колонне. Видите, как получается, круг замкнулся. Ну что, ребят, вот мы покатались на багги. Сейчас, получается, поедем на джип-сафари и едем в деревню бедуинов. Там будут верблюды, там будут ослики и все остальное. Ну давайте уже смотреть дальше. Из джипа я вам скажу. Сейчас джип-сафари. Подкидываясь, стабилизатор, конечно, полностью не передает все. Все как есть, но подкидывает хорошо. Кире нравится? Смотрите, мы едем на верблюде. Там где-то Соня едет. Здесь все фотографируют. Смотрите, ребят, здесь у них в поселении есть даже вот барашки такие. Они живут, видимо, ну как для питания, да, все. Можно посмотреть. Карпозы есть, барашки. Вот стоит ослик. Ну на джипах, если честно, мне не очень понравилось. И с детьми не очень удобно на джипах, но вот квадроциклы и байки, это конечно супер. Вот стоит ослик. Там еще есть велики лошадка. Вот здесь катают на верблюдах. Ну катают, конечно, маленький кружочек, это не по пляжу прогуляться. Но все равно прикольно, детям интересно. Вот так вот катают. Сейчас мы еще покатаемся на ослики, детей прокатим. И затем идем в деревню Бедуинов пить чай. Вот такая остановка рядом в городе. Как раз вот с этих гор, с этих скал, с них вот эта пыль и мелкие камешки вот на этой пустыне вместо песка. То есть в глубине, где-то в сафари, там, да, конечно, там прям песок. А здесь вот так. Вот такие верблюдики здесь стоят. Вот на этих мы катались. Ну вот такая деревенька. Здесь есть большой магазин. Собственно, это просто посреди пустыни поставлено. Я саду, как он называется. Короче, специально это сопоставлено здесь. Это не то, чтобы это настоящая деревня, что здесь живут. Нет, конечно. Просто поставлено просто так, чтобы люди приезжали, смотрели, чтобы им нравилось. Вода один доллар, кока-кола, спрайт. Это все по два доллара. Здесь еще магазинчик, видите, все зарисовано. Здесь, насколько я знаю, должны продавать всякие там, какие-то травы, чай, что-то еще. Да, он все. Крема продает. Пойдем посмотрим туда. Браслетики, а лопатки, верблюдики. Здесь продают камни. Вон там, возьми. Нет, нет, вон там маленький. Возьми, вон там. Вот красивый камушек возьми. Дальше. Дальше, дальше. Да. Возьми его, положи его сюда. Ложи вот сюда. Наверх положи, где все камушки. Наверх. Все. Теперь здесь продают еще и Кирин камень, да, Кира? Соня, если хочешь, может даже положить. В общем, в целом, такая экскурсия. Получается, сейчас мы вот здесь вот еще пять минуток ходим в этой деревне бедуинов, и потом опять на джипы, и едем до того места, где мы приезжали. И оттуда уже уезжаем обратно в отель. Экскурсию мы заказывали там же, на CoolTrips Египт. Ссылка будет в описании, можете посмотреть. Вам будет интересно, я думаю, цены даже сравнить, чтобы поднимание какое-то было. Потому что, что нам предлагали от туроператора, там ценники повыше. И то, что ребята ходят, вот тоже нам предлагают, в общем, там где-то в самом отеле, там тоже немножко цена повыше. Ну, в целом, нам понравилось. Как я и говорю, баги – это круто. Кладоциклы – это круто. Джип-сафари нам не очень понравился. На самом деле, в джипах не за что держаться, то есть приходится упираться в потолок. Трясет сильно, с детьми не сильно удобно, потому что все-таки малыши сидят, надо их придерживать. И Киру, и Соню немножко. Вот. А если совсем с маленькими малышами ехать, наверное, еще более неудобно это. Ну, здесь прикольно. Здесь прикольно – это верблюды. Здесь прикольно – это лошадка, это ослик. Детям это, конечно, все интересно. Экскурсия хорошая. То есть, в принципе, вот за всю целиком экскурсию ставим прям пятерочку. Это прям отлично. Ладно, смотрите дальше. Дальше мы сейчас, когда доедем, я там еще сниму видео, где мы приезжаем. Возможно, даже еще и жипиков немножко поснимаем. Ну все, мы вернулись обратно на точку, где сбора. Точка сбора, где мы изначально все собирались. Тут продают всякие эти видео, фото. Кстати, в деревне бедуинов все по 5 долларов. То есть вся трава, чай, там все это по 5 долларов. Эти мази, которые они продавались. Здесь цены разные. Сейчас я покажу немножко цены, какие есть. Тут продают смузи, коктейли всякие. Ну и фото и видео продают. Сейчас. Вот такой прайс. Это уже перед выездом в отель. То есть это кальянное меню, но, видимо, кальяны сейчас не работают. Ну хотя нет, работают, вот 150 пунктов. 10 долларов кальян. Ну вот здесь. Но мне кажется, времени столько не будет, чтобы его покурить. Людей очень много. То есть все покупают, вот туда рафатки, все остальное. Очень большая. Ну вот так вот. После обеда людей больше, поэтому лучше ездить до обеда. Смотрите, диск с фото и видео, которые здесь вас снимают на квадроциклах, на баги, стоит 15 лев евро, либо 15 долларов. То есть на ваш выбор вы можете оплачивать. То есть если вам нужно видео или фото, если вы сами не снимали, то цена вот такая. Предлагают вот такие фотографии. Одна фотография, один доллар. Что? Здесь такая черепаха живет, смотри. Киран, нравится черепаха? Помахай ей. Иди с той стороны погладь ее. Паша, хотели копать? Здесь тоже продают, видите, чай, всякие масло, латика, грудные пасты. Но, ребят, здесь такой стоит запах кошатины. Прям вот это, понимаете, не кошками пахнет, не котами. Здесь прям вот, здесь прям воняет. Поэтому я не знаю, чай, наверное, даже пахнет. Поэтому аккуратно. Собственно, к окончанию выдают вот такой чай египетский. Сейчас попробую. Ну, обычный такой полукрепкий черный чай. Какого-то своеобразного вкуса в нем нет. Не египетский чай, это обычный чай как пиздец. Как раньше. На самом деле, самая проблема оказалась отсюда уехать. Потому что здесь вообще, ну, не устроено. Это как-то вот так, чтобы нормально, быстро увозили людей. И вот сажают в одну машину, потом пересадили в другую машину. Сейчас вообще на улицу. Там нет два места, там три места нужно. Ну, вот, наконец-то нас посадили, получается, теперь уже в джип пересадили. Сначала в Toyota всадили, потом тоже в джип. Сейчас посадили опять в джип. И вот теперь вроде как мы поехали. Все уже окончательно до отеля. Они как-то, они пытаются, короче, утрамбовать. Как можно максимально машины. И поэтому пересаживать с машины в машину. Но это вопрос не к турагенту, который там все организовывает, а это именно к организации здесь, в Safari. То есть, потому что они пытаются это все вот как-то, ну, более плотно делать. И это все долго. Плюс людей задерживают специально, чтобы люди что-то покупали. Они даже сами говорят, что посидите, сейчас там все попокупают, потом мы поедем. Вот. Ну, так, ну, в целом, экскурсия понравилась. Все время пятерочку. Отлично. Смотрите, съездили мы, получается, на эту текущую экскурсию, которая была в видео сейчас. И после нее мы съездили еще на одну экскурсию в Safari, которая в Baggy. Про Baggy будет поменьше вставочка, потому что, в принципе, там, грубо говоря, то же самое. На первой мы ездили на квадроцикле, на Baggy, на джипе и доехали до деревни Бедуинов, где катались на верблюдах и катались на лошадке, на ослике, да? На Baggy то же самое. Ты приезжаешь на базу, и уже на самом Baggy ты доезжаешь до деревни Бедуинов. Просто на Baggy мы ездили всей семьей, а там мы ездили втроем со старшими дочками. Понравились, в принципе, нам обе экскурсии, но на Baggy было все равно интереснее, потому что, во-первых, она была индивидуальная. По времени ты никого не ждешь, ну, вот, как бы, ни за кем не закреплен, да? То есть вот с тобой едет инструктор, и вы вот с ним поехали, да? Получилось, на остановке еще покатались чуть-чуть на квадроцикле с инструктором, он покатал детей, старшая дочка сама покаталась тоже. Точно так же пофотографировались, но и все равно интереснее, когда ты сам управляешь Baggy, едешь через пустыню, там, где обычно ездят джипы. Вот, но эта экскурсия, она, так как индивидуальная, она подороже. Она у нас вышла, ну, на сайте посмотрите вообще, но вот на актуальной информации была в текущий день, это было 70 долларов. Ну, в целом, обе экскурсии интересные, сафари не такие дорогие, и съездить туда стоит. Также смотрите продолжение обзора отеля, в котором мы сейчас живем, там тоже будет много интересной информации, отель реально крутой, и за свою цену он прям идеальный, в него стоит съездить. Смотрите другие экскурсии, смотрите другие наши видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока!